Всем огромный привет! Сегодня готовлю салат пикантный. На днях была в кафе на дне рождения у друзей и там был этот салатик. Меня он удивил своим вкусом. Давно не пробовал такого вкусного салата. На следующий день я его повторила дома и теперь рекомендую вам приготовить и попробовать. Для начала замаринуем луковицу. Порежем ее кубиками. Добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 столовую ложку яблочного уксуса. Хорошенько помнем и отставим на минут 5. Одну сельдь слабосоленую разделим на филе. Вес филе у меня 200 грамм. Лучше брать малосольную. Если сильно соленую, тогда можно заранее вымочить филе в молоке. Сельдь нарежем кубиками. 2 свежих помидора весом 300 грамм разрежем кубиками. Кладем на дуршлаг и оставляем, дадим стечь соку. Сыр 100 грамм натрем на мелкой терке. Собираем салат. Можно в салатнике или, как я, в кольце. Первым слоем кладем сельдь. Вторым слоем кладем лук. Майонез я готовлю домашний. Смешиваю 1 треть чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара и 1 столовую ложку сока лимона. В банку наливаем 150 мл растительного масла. Теперь добавляем сок лимона с сахаром и солью. Добавляем 1 чайную ложку горчицы. Я добавляю русскую горчицу фирмы ХАЗ. Разбиваем одно яйцо так, чтобы желток был целым. Опускаем блендер на желток и взбиваем. По времени занимает 15-20 секунд. Майонез готов. Хорошо смазываем майонезом сельдь с луком. Третьим слоем укладываем помидоры. Разравниваем и смазываем хорошо майонезом. Четвертым слоем кладем сыр. Для пятого слоя приготовим сухарики. Можно взять уже готовые, тогда этот этап можно упустить. Я готовлю сама. Батон нарезаю кубиками, ставлю в духовку на 7-8 минут до золотистого цвета. Добавляю соль, черный перец по вкусу, пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс для чеснока. Вливаю пару столовых ложек растительного масла. Все хорошенько перемешиваю, лучше всего перемешивать в мешочке. Кладем сухарики пятым слоем. Дадим салату постоять в холодильнике. Убираем кольцо и подаем к столу. Салат не плывет даже на следующий день. Очень вкусно, рекомендую приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соц. сетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!